Всем привет! Здарова, зайва! Частенько заходя в какие-нибудь социальные сети и прокручивая свою ленту новостей, мы видим посты, где люди заказывают рисунки с подписью SpeedPaint. И не только это. Также мы видим рубрики, челленджи, а иногда даже конкурсы на эту тему. И поэтому мы сегодня поговорим о том, что же такое SpeedPaint, зачем он нужен, нужно ли его выполнять и надо ли это вам. А большего мне и не надо! Особенно если ты новичок и хочешь рисовать на компьютере, то тебе нужен планшет. Поэтому предлагаю тебе его выиграть, участвуя в розыгрыше графического планшета под этим видео. Напиши в комментариях, Дэн, хочу планшет Парбло. И 30 октября ты можешь стать победителем планшета Парбло A640V2. Хороший планшет для начинающего художника. Размер рабочей области 152 на 101 мм, 8192 уровня нажатия, 4 программируемые клавиши и также возможность подключения к смартфонам и планшетам на базе Android. Это поможет рисовать вам не только дома, но и в дороге. Победитель будет определяться случайным образом, и так как под моими видео нет и сотни комментариев, то каждый из вас имеет огромный шанс на победу. Если вы хотите его просто купить, то вот вам промокод. Введите в окно, не мая в 15, и получите 15% скидку на покупку планшета. Удачи вам, и да пребудет с вами сила. А пока 30 октября не наступило, мы с вами продолжим. Спидпейнты проводят на разные темы. Вы можете рисовать стадики, концепты персонажей, окружение, животных. Рисовать определенными инструментами, программами и многое-многое другое. Основное требование это ограничение по времени. И ты такой думаешь, ладно, но вот зачем мне это нужно? Тут достаточно простой ответ. Основная задача это нарисовать рисунок быстро и как можно качественнее. Но факт заключается в том, что у всех свои цели. Если вы начинающий художник, то вам нужно сконцентрироваться на процессе рисунка. А если вы продвинутый художник, то на разработке идеи или же по-другому концепт рисунка. Для начинающего художника есть смысл задумываться о концепте рисунка. Но в первую очередь нужно прокачивать базовые навыки, такие как перспектива, построение, тон или цвет. Поэтому старайтесь в спидпейнтах брать простой объект, например, вазу. Скачайте картинку с вазы из гугла, или же 3D-модель вазы, или же если она у вас есть в квартире, то сфотографируйте ее и загрузите на компьютер. Определитесь с задачей, например, изучая построение. Поставьте таймер на 15-20 минут и рисуйте, параллельно анализируя, как работает перспектива при отображении этой вазы. Если же у вас продвинутый уровень, и вы уже более-менее освоили базовые навыки, то пробуйте за данное вам время не только изобразить выбранный вами объект, а также и продумать разные варианты его концепции. Например, как бы выглядел ваза в сеттинге киберпанка, или же в sci-fi тематике. И теперь вопрос, зачем нужны эти спидпейнты? Дело в том, что время движется. И если рынок художников к концу 2010 года был мизерным, то сейчас он намного больше, и с каждым годом все расширяется и расширяется. Благодаря спидпейнтам ваш глаз будет учиться быстрее анализировать ваш референс. Как падает свет, куда идет перспектива, как поворачивается цилиндр и так далее. Во время разработки дизайна вы прокачиваете свой мозг думать шире. Как можно сделать варианты разнообразнее? Как их можно сделать интереснее? Как их интереснее покрасить? Такие навыки помогут вам расти как художнику и как специалисту намного быстрее, что позволит вам быстрее получить работу или повысить свою должность как специалисту в студии. На этом все. Спасибо, что посмотрели видео и послушали мои мысли про такую великую вещь как спидпейнт. Участвуйте в конкурсе, пользуйтесь промокодом. Увидимся с вами в следующем видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok